Вот, это уже, ладно, отдельно, и я нашел гнездо перепелятника. И лазил я, значит, устроил на соседнем дереве. В общем, как ни странно, птица, в общем, претерпелась ко мне, я приходил, значит, сначала с расстояния, пытался, значит, какие-то наброски делать. Прилетала, покрикивала, вот. Но уже было такое время, что уже были, птенцы уже подрастали, и она уже, привязанность очень сильная, и поэтому она, в общем, меня терпела. Я там где-то за деревом, тихонечко сидел, а потом я, значит, обнаглел, и, ну, довольно близко на дереве, когда птица улетела, они там по очереди, значит, залез на дерево, сделал там, привязал, да, я не мастерил там деревяшки, веревки, чтобы было удобнее сидеть между двух сучьев, и, в общем, туда, и она ко мне привыкла, и я, значит, туда лазил и рисовал, птички претерпелись, и где-то у меня, я потом позже мать сохранил, когда ломали наш дом, мои старые какие-то рисунки, блокнотик с этими набросками вот перепелятника. Это мне, наверное, было, я был тогда, наверное, лет 14 мне было. В общем, я помню, эта история кончилась печально, потому что я, на Компионерский лагерь, значит, пришел срок там смены, я туда, значит, уехал, это было, например, июнь, наверное, вот, вернулся, и, значит, сразу помчался туда, я не знал там, какой там срок насиживания, сколько они там выкармливают, ну, в общем, сейчас я вижу, наверное, уже выросли на большие, пришел, тишина, никого как-то так обычно, значит, там покрикивало, вот, и я подхожу, смотрю, синичка там около гнезда, рядом на ветках, что-то просто мачесное, как-то, вот, походил, раз там синичка, уже, значит, все, что-то случилось. Я подумал, что, может, они вылетели, может быть, как-то так уже, вот, а потом прошел дальше, какой-то придурок застрелил, птица, смотрю, там я нашел уже такая полусгнившая, вот, и, в общем, так, такая печаль, вот, до сих пор эти, такие случаи, когда стреляют, особенно похищены птицы, ну, сколько же этих самых недоумков, которые во что-то ружье разрядить, вот, а тогда уж было время какое, до Галушинской, когда, значит, за них там за лапки что-то давали, и тогда еще это и смысл было, ну, да, чаще всего просто так, пальнуть и все. Вот, это вот такой второй эпизод, когда я очень, так сказать, как-то близко провел с ястребом, в общем, какое-то время, я рядом был и рисовал, и она претерпелась ко мне, и уже там пуховички копошились, это я, в общем, бинокль, у меня была половинка бинокля, и я это смотрел и рисовал. Вот, что же, что еще рассказать? Ну, конечно же, были всякие моменты, когда ястребов встречал в природе, и как гонится за, видел несколько атак, и я помню, как, вот этот самый, даже не я видел моменты, но вот Валера Орлов мне рассказал, как, говорит, он голубей разводил, и как он видел тоже, значит, еще тоже, когда был, в общем, пацаном, как ястреб гонится за его голубем, его голубь, который там, он, я не знаю, мохнатый турман, там, шпарцовый, не знаю, какие все эти названия, и он, не больно, не больно, сейчас он догонится, и я, вот, говорит, не знаю, за кого болеть, и ястреба, хочу, чтобы он его поймал, и жалко мне своего голубя, я тебе говорю, породится, и вот такие же ощущения, но все время много было моментов, когда в природе, позже находил уже гнездо ястреба, вообще, Женя, если это, так сказать, не касаться анималистики, расскажу интересную историю, здесь недалеко, опять же, от нас. Да, мы в Русском Соколином центре сейчас находимся. Да, мы находимся, да, вот здесь недалеко, да, Господи, мы через него, вот здесь, по ту сторону кольцевой дороги, да и туда продолжается, Битцевский, значит, этот самый парк, вот, я живу на том конце, улица Красный Маяк, она уже подходит к лесу, вот, когда мы сюда переехали, я, значит, пошел все это оглядывать, осваивать, искать места, что здесь есть, какие, может быть, какие, я не знаю, и недавно было, я нашел гнездо Тетеревятника, и, в общем, оказывается, это я первый, а потом Саша Сорокин сказал, что никто не находил внутри кольцевой дороги гнездо Тетеревятника, я был первым со мной ходил, да, Вадик, ну что ты, вот мы там ждали, смотрели, вот, это было сюда, на юг, а около меня, около дома, где 20 минут сюда, вот в этот самый лес, я живу на краю леса, там еще два дома, вот этого Битцевского леса, значит, я там знал, значит, гнездо Тетеревятников, вот одно, я помню, нашел гнездо, и, но недалеко от него какое-то строение, какой-то блиндаж выкопанный, мать честная, а потом, значит, смотрю, там всякая посуда старая, тряпье, какие-то бомжи или наркоманы, потому что там было видно, что там и ночевали, ну, ясно дело, что здесь, значит, плохо для Тетеревятников, вот он загнездился здесь, сейчас уже, да, уже загнездился, но еще зелень еще не раскрывалась, это был, наверное, танец апреля, и бомжи эти, я не знаю, ночевать там зимой, не знаю, были они или нет, это так, не помню, были костры, тряпье какое-то было, ну, в общем, вот с Валерой Орловым мы, значит, мы-то познакомились, но рядом со мной оказался, жил тогда, я первый раз с ним познакомился, мы пошли разорять вот этот самый, выковыривали эти там все бревна, вот, но, думаю, сейчас нас тут найду, прибьют, но Валера такой, он сам везде там, кому хочешь пасть порвет, вот, и с ним мы ходили, как он там много раз, я в автобусе, он так, кто-нибудь с ястрем уедем, я все время ждал какой-нибудь драки, ссоры, потому что он со всеми, кто-то там, ой, что это у вас за птичка, попугай, попугай, отстань, я ее там все время вот так, все время лес наражен, вот, ну, ладно, вот, там, значит, так получилось, разорили и вроде, а, потом все-таки сбили, это гнездо сбили кирпичами, вот это я помню, наши усилия, в общем, или это было на следующий сезон, ну, в общем, я помню, что, ну, ладно, в общем, позже я нашел еще, ну, в общем, тут я, гнезда 3, недалеко от себя, там, где-то на расстоянии, где-то километра два всего, вот, как-то близко очень, гнезда были, но две пары были точно одновременно, в общем, я долго видел молодые, видел взрослые, кричат по весне, вот, когда они начинают, вот, весна, я, значит, уже по крикам в конце, там, февраля уже начинают покрикивать, там, март уже, и находишь, бродишь по снегу, там, там, дорожек много протопано, и я и на лыжах тогда, не так уж было плотно, как сейчас, это же было сколько лет тому назад, господи, вот, я видел все время самку, видно, что она уже вот гнезду готовится, она летает с распушенным этим подхвостем, и этот самый, самка была молодая, а самец был уже такой поперек полосатый, вот, и я не мог найти это гнездо, а потом я его нашел, и я так обрадовался, вот, ну, вот оно, значит, теперь у меня рядом, я могу сюда приходить, у меня от дома, там, я не знаю, 15-20 минут, будет у меня свое гнездо, буду там рисовать, смотреть, как они, там, растут, да, здорово, и потом, значит, смотрю, мать, честно, около гнезда, прямо, буквально, почти под деревом сделали спортивную площадку, вбитые эти самые колья, турник подвешен, сделаны перекладины для брусьев, вот, и прямо, прямо у гнезда, ну, это хана все, это вот, стройка была где-то уже, вот, солнце пошло, ну, какие-то спортсмены, что делать, что делать, если как-то, вот, и я, значит, до этого у меня, значит, еще несколько, вот, гнезд было, и такие эпопеи, я, значит, самое уязвимое время для тетеревятника здесь, вот, в Москве, это 1-2 мая, 9 мая, значит, идет большой кусок свободных дней, выходных, кто на дачу не езжает, все москвичи, значит, с магнитофонами, с пьянкой, все, идут в лес, и развалиться, костры жечь, и, значит, шашлыки жарить, орева, шум, вот, и даже не столько, что ястреб боится, то есть самые, они там разорят гнездо, увидят, они не увидят, они абсолютно тихие в это время, только подходишь, когда гнездо, я знаю, только тихой тенью скользнет с воротной стороны ствола, и все, исчезло, но в это вороны сидят и ждут, они знают, и только, значит, тормозни, алло, ой, привет,